девочки мальчики всем большой привет большое спасибо что вы зашли ко мне на канал меня зовут ирина сегодня у меня будет чайный влог в общем я себе налила кружечку чая и хотела с вами просто поговорить обо всем каким-то таким знаете у меня тут чай у меня даже присутствует тут огромная вазочка по моему по моему мнению с конфетками у меня здесь всякие разные конфетки но я уже говорил то что я завязываю сладким и я прям смотрю так на эти конфетки это хочется съесть я понимаю что как бы нужно себя держать в руках буду периодически зевать потому что я не выспалась и мне кажется такого рода видео если вы любите смотреть вообще чайные влоги размышления и мысли какие-то конечно же продолжать смотреть если вас напрягают такого рода видео вам хочется написать какую-то гадость не утруждайте себя не тратите время ищите то что вам нужно те кто хочет со мной побыть немножечко поболтать конечно вас приглашаю к просмотру надеюсь то что данное видео я не буду сильно долго болтать быстренько сами попробую поговорить с вами о том что мне сейчас интересует о том что хотела спросить у вас первое что хотел спросить у вас интересно ли вам такого рода видео вообще нравится вам да девочки интересно ли вам смотреть такого рода видео чайные влоги потому что ну мне нравится на самом деле я сама иногда могу дарить себе кружечку чая что у меня камера как-то стоит я не знаю куда смотреть видели вы как у меня здесь все устроено сейчас простите сейчас немножко потрясет так все нормально у вас там вестибулярный аппарат нормально все хорошо ничего не беспокоит ну вот первое спросила да любите ли вы смотреть такого рода чайные влоги если да то пишите будем такие видео снимать второе что хотела вас спросить какого бы формата видео хотели бы вы видеть у меня на канале мне уже в инстаграме девочки мы писали о том что хотели бы видеть у меня влоги и хотел бы у вас спросить моих дорогих подписчиков хотели бы вы видеть у меня влоги на самом деле на канале интересно ли вам смотреть такого рода видео потому что но я являюсь обычным человеком обычной мама и обычной женой которые знать пока что-то сверхъестественного в моей жизни происходит и поэтому интересно ли вам такого формата будет видео какие-то влоги смотреть и сразу же хочу сказать то что если я буду снимать наверное влоги если это произойдет то есть я по возможности не буду в этих влогах показывать свою семью своего супруга своего сына ну максимум наверное покажу своего кота кстати он у меня сидит на соседнем стуле и знаете так на меня коситься потому что я пью чай и ничего ему вкусное не даем вот следующее что хотела спросить у вас интересно пишите комментарии именно вот какого формата видео вы хотели бы увидеть у меня на канале еще сегодня хотела с вами девочки обсудить такую тему мне буквально в феврале месяце сейчас уже сегодня 9 марта но феврале месяце мне приходила со мной произошла так знаете не очень интересная ситуация не очень скажем приятная ситуация и вообще я считаю то что со мной произошло мне кажется что наверное не только у меня одно такое было поэтому хотела просто это осветить на своем канале дело было в общем так это не негатив я не хочу знаете как там вам плохие эмоции давать я просто хочу с вами поделиться и спросить было ли у вас такое либо это только у меня и действительно это является правдой в общем было как-то утро это было перед 23 февраля буквально за неделю и и я залезла в интер на просторы интернета и увидела рекламу о том что продаются часы с очень хорошей скидкой цена и было что-то полторы тысячи рублей знать вот эти вот акции успею купить в течение трех часов и ты будешь скупишь со скидкой в 30 70 процентов и вот я знаю такой вот горе покупатель которая повелась на это и в общем я оставила заявку мне позвонил менеджер спросил у меня что согласно ли я купить эти часы заказ оформить я сказала да конечно за полторы тысячи в купить это по моему часы даже фосил были какие-то такие или дизель не знаю не помню девочки марку так это были либо фосил либо дизель и в общем я оформила заказ они мне там стали еще приписывать чтобы я там оформила какие-то определенные услуги какую-то коробочку в чем не будет доставляться знаете 35 всего для того чтобы оформить заказ по итогу цена была уже не полторы тысячи а около пяти тысяч но тоже как бы если рассчитывать то что настоящий фосил стоит там знаю его вот 15 тысяч насколько мне известно да и я думаю так а ну хорошо такая ладно это как мы уже подхожу уже вечером но просто не вытерпела душа по это я кому же милый хотел бы ты себе часики вот такие-то такие я тебе заказала и представляешь как буду как тебе они вообще нравятся ли нет у меня муж посмотрел и такой говорит как бы во первых мне часы не очень эти нравится а во-вторых ну давай зайдем просто посмотрим на сайт алиэкспресс если такие же вот точно такие же и не развод ли это и могу сказать то что мы практически такие же часы или такие же точно мы увидели на алиэкспрессе и мне может сказать точно мы их покупать не будем естественно позвонить мне и отменить заказ я уже знаете просто в телефонной книжке рылась-рылась и почему-то я не по каким номерам звонила там просто трубку не брали и все и думаю ну просто придет заказ я его не буду выкупать и все какие проблемы и да еще когда я оформляла заказ мне сказали пожалуйста вы купите в первые там пять-десять в первые пять дней для того чтобы мы вам потом присвоили 10 процентов скидку на будущую покупку и так знаете еще улыбнулась такая вот то есть не гит но вот когда вам придет вот допустим сегодня пришло извещение сегодня же по возможности выкупите для того чтобы вам присвоить скидку это какая вам разница и чтобы сразу же проплата прошла меня знаете так еще улыбнулась такая думаю ну посмотрим как придет извещение так и выкуплю если но мне интересно и по факту мне как бы мой супруг сказал мы покупать эту посылку не будем и все как бы сегодня заморачивайся как бы ну многие интернет-магазины не знают прекрасно как работает почта да это и как бы и мой был такой грешок на самом деле то что я как бы попустила ситуацию то что я не позвонила не сказала ну да ладно мне потом просто приходит смс к кстати извещение мне так и не пришло с почты спасибо почта вы молодцы потом мне приходит смс о том что если вы в течение там недели не выкупаете посылку мы вас разнесем в черный список у всех банков российской федерации вы не сможете брать никакие кредиты и какие-то денежные операции про производить потому что вы будете там внесены как не платежеспособны или что-то в этом роде я знаете кстати вам скрины обязательно оставлю и вставлю это знаете еще удивилась такая думает что такое вообще как называется думаю ну может быть это юмор какой-то такой но что вы думаете потом мне опять приходит повторная смс к буквально через пять дней что ли и мне приходит опять то же самое о том что если в течение трех дней не выкупите вы будете внесены в черный список у всех банков российской федерации могу сказать то что я не судья и не прокурор и я не могу приписывать людям какие-то либо компаниям какие-то статьи да о том что уголовного кодекса или административного кодекса о том что они что-то нарушили но вы сами понимаете чем это пахнет ну серьезно давайте между нами то есть как бы тут явное побуждение к действиям и тут уже такой шантаж мошенничество я не знаю как это назвать но по-другому ты не назовешь но я была в шоке так что вот так вот и вы понимаете да что как бы ну чем-то побахивает я могу вам честно сказать то есть даже имея момент того что ты реально понимаешь то что тебя простите разводят на покупку заставляют совершать эту покупку угрожая да тем самым это угроза идут могу вам сказать потому что на сегодняшний день мы повязли мы связаны с банками в плане того что нам хотелось бы мы не берем мы не стараемся грубо говоря да никто не любит брать кредиты но мы хотели бы чтобы у нас была возможность какой-то момент взять кредиты мне было на самом деле неприятно этого ведь и на самом деле как бы у меня даже у меня даже возникла мысль сейчас вообще скажете что я склощина какая-то и мне нечем заняться домохозяйка иди устройся на работу я хотела пойти просто в прокуратуру и сказать здравствуйте мне приходят такого рода эсэмэски я хотела объяснить ситуацию могу ли я как-то написать прокуратуру о том чтобы как бы ну против меня там я не знаю этот интернет-магазин это вот что это как-то назвать да ну что как бы ну что это как-то называется то есть как бы выясните потому что мало того что сейчас наши телефонные наши телефонные номера да то есть они раздаются и приходят эти всякие различные рекламы нужные ненужные продаются наши номера все эти базы то окна то еще что-то то приходят эсэмэски от мошенников мама там перечислили мне денежки то есть вообще нет никакой защищенности а тут еще совершая покупку через интернет-магазин ты прекрасно понимаешь то что тебя там разводят грубо говоря тебе еще угрожает у меня почему-то знаете была такая в голове картинка вот человек какой-то вы знаете там бабушка даже не бабушка не знаю там какая-нибудь женщина мужчина знаете вот какой-то из деревни работающий которому как бы он особо не разбирается и он совершенно никак не связан с вершипруденцией он не понимает что-то да и он пугливый человек грубо говоря да он совершает какую-то покупку даже в каких-то вот этих вот магазин на диване к примеру я не знаю и представляете он совершает какую-то покупку ему и у него нет возможности к примеру денег выкупить эту посылку да но не получилось у него финансы так сложить ему потом приходит смс если вы вот сейчас ее не выкупите мы вас там не всем черный список и представляете его реакцию да он бедолага пойдет занимать на эту посылку чтобы ее выкупить чтобы не дай боже нигде ничего не быть потому что мы так устроены мы не хотим никаких проблем и думаем ладно ладно и что ты это и вот тут ну как это называется вообще я реально я была в таком вот в диком состоянии когда я думаю блин позвонить им туда написать ответить мне муж сказал просто даже как бы ну это полнейшая ерунда на основании чего нас будет вносить в черный список что это за бред как это называется и вообще то есть если что-то то конечно же будем разбираться но хотя есть такая посылка сопливых вовремя целуют и как бы если есть прецедент его нужно сразу же решать а не ждать там когда вас жахнет петух в одно место так что вот так вот напишите девчонки что вы девчонки мальчишки что вы думаете по этому поводу конечно и как вы бы себя поверили в такой ситуации потому что у меня был такой знаете ну я скажу мало приятно потому что когда вот это все происходит такая знаете думаю неужели на сегодняшний день такие вот ну гадкость такая вот еще есть но это гадкость заключается в том что пользуются тем что люди мало образованы на сегодняшний день как бы они недопонимают что их какой-то момент могут просто разводить на покупке и ведь насрать людям простите да ну насрать тем кто продает что возможно последний кто-то какие-то деньги будет отдавать за совсем не нужную ему покупку но зато они втюхали продали потому что у нас сейчас такое время торгово-экономическое когда мы все пытаемся продать да и до блогеров бедных всех обвиняет в том что они сидят такие тут простите в ус не дуют они снимают видео они продают они там сидят во всех по договоренности они там просто им надо потому что им сказали чтобы они так сказали я не могу говорить за всех блогеров но игре грибстить всех под эту гребенку тоже нельзя поэтому прежде чем что-то такое подумайте как бы действительно доверяйте если вы блогеру и как бы вы видите хотя бы какую-то призму лично я у себя на канале у меня еще не было никаких таких знаете чтоб мне что-то присылали на обзор если мне что-то будет присылаться я конечно же вам буду говорить и я по возможности как бы знаете кто там придираюсь не придираюсь Но я лично перед вами стараюсь всегда сделать максимально честный отзыв в плане того, что я взяла, попробовала, какое у меня мнение сложилось, я вам говорю, да, кто-то мне говорит, вот я слишком предвзято, да, либо кому-то этот продукт нравится, я его захайла. Я ещё раз говорю, я это делаю только от своего опыта, только от своего опыта использования, только так, как на мне это поработало. Так что вот так вот. Короче, с одной темы перепрыгнула на другую, но девочки такие девочки. Сказала, буду с вами пить чай, сама у меня чай стынет, и с вами совершенно его... Подождите, девочки, секунду. Как же это вкусно. Так что вот так вот. Что ещё хотела с вами поговорить? Кстати, у меня знаете, что тут произошло? Буквально за два дня, и напишёте, у вас такое бывает или нет, у меня в Инстаграме 50 подписчиков каким-то образом куда-то делось. Короче, я не знаю, что это было, и у меня потом... Я увидела, что у меня Инстаграм был закрыт, то есть у меня доступ был, ну, ограничен, поэтому с моим что-то Инстаграмом происходит, куда-то что-то девается, где-то что-то открывается, так что вот так вот. У вас бывает такое? У меня вот это произошло, и как-то я такая думаю, что же это было? Так что вот так вот. Ну вот, надо уже закругляться, потому что наболтала очень много, рассказала, светила. Если вам нравится такой ворота, конечно же, пишите комментарии, чтобы я могла знать, понравилось вам или нет. Вы уж извините за то, что я вам наговорила, наговорила то, что у меня наболел, то, что я хотела с вами поделиться. Пусть даже какой-то своего рода несураз, но зато это от души, зато мы с вами посидели попили чай, и было, так скажем, мы с вами вместе буквально попили то, что только что чаек, так что вот так вот, девочки, буду закругляться. Берегите себя и своих близких, подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. А если вы подписаны, и вам не приходят уведомления, кликайте на колокольчик, там где кнопочка подписаться, и вы будете в курсе всех моих событий, которые происходят на канале. Конечно же, берегите себя. С вами была ваша Ира, всех люблю, до новых видео, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok